Оказать содействие в ремонте дороги по улице Мирона Кабаргина. С таким обращением главе города и депутата областной думы в ходе приема обратились местные жители. Дорожный вопрос волнует их уже не первый год. По поводу проведения ремонта дороги жители улиц Мирона Кабаргина и Зеленая обращались еще в 2015 году. До этого они пытались решить проблему своими силами. Обращение жителей к руководству города и области не осталось без внимания. Дорога была отсыпана щебнем, но это только временно решило проблему. Глава Уварова пояснил, что ежегодно областью на ремонт дорог муниципалитетам выделяются определенные средства. Предварительно ожидается, что в 2020 году городу будет выделено порядка 30 миллионов рублей. Часть средств порядка 2,5 миллионов рублей будет направлена на реализацию региональной программы благоустройства дворов на условиях софинансирования 50 на 50. Около 5 миллионов на щебенение отдаленных улиц и переулков с грунтовым покрытием. Оставшиеся средства, а это свыше 20 миллионов рублей, пойдут на асфальтирование улиц, имеющих приоритетные значения. По словам Владислава Денисова, перечень дорог, требующих первоочередного ремонта уже сформирован. В него вошли 10 улиц. Какие из них будут ремонтироваться в этом году, будут решать депутаты и общественность. В эти 10 улиц входит Мирона Кабардина. Стоимость уже осмечена где-то около 12 миллионов. Несмотря на то, что вы говорите чуть-чуть, к сожалению, стоимость дорожного ремонта очень дорогая. А еще я отмечу о том, что сегодня около 60 процентов улиц находятся в таком состоянии, как Мирона Кабардина. А это около 60 километров. И мы эти улицы, которые мы предлагаем, мы предложим на обсуждение общественников, депутатов, всем людям, которые принимают активное участие в городе. Из 10 улиц нам нужно выбрать 2-3 улицы. Еще раз отмечу, что Мирона Кабардина является улицей приоритетной, потому что там проживает большое количество людей. Хоть многолетняя проблема по очевидным причинам и не могла найти сиюминутного решения, по словам обратившихся, диалог с представителями власти оказался весьма продуктивным. Нам радостно, что наша улица Мирона Кабардина и Зеленая, она в плане есть у них. Я чувствую, что они переживают и во всем разбираются. И так четко ответили на мой вопрос, что такие-то, такие-то улицы. Да и мы по городу видим, что много сделано. Там тротуар возле рынка сделали, где эта самая стоматология туда. Там у нас клумбы растут, у нас дороги сделаны. И вот по тротуару я прошла. Дай бог им здоровья, пусть они работают. И также душой болеет за наш Уваров. А мы его не подведем. В ходе приема депутатам областной думы также было отмечено, что наряду с ремонтом дорог особое внимание в текущем году будет уделено прокладке и улучшению городских тротуаров. На это будут выделяться целевые средства. Будет достаточно солидная сумма денег и средств делаться именно на улучшение тротуаров, чтобы наши жители могли спокойно ходить, какие-то восстановить, а некоторые и заново у нас фонтируют. Вопрос по ремонту моста через ручей Подгорный стал темой обращения к представителям исполнительной и законодательной власти жительницы улицы Красина. По ее словам, мост играет важную роль как для пешеходов, так и для автолюбителей и связывает данную часть города с его центром. Для детальной проработки проблемы Владислав Денисов и Алексей Кочетков выехали на место, где также пообщались с жителями. Были даны пояснения, что данное сооружение, представляющее собой водопропускную трубу, не является мостом. Но так как участок востребован жителями для сокращения пути, было решено проработать различные варианты решения вопроса.